Ваши святейшества, мы еще раз благодарим вас, но у участников съезда есть к вам много, конечно, вопросов. Мы хотели бы, чтобы вы ответили хотя бы, может быть, на некоторые, насколько позволит ваше время. Пожалуйста, дорогие друзья, у кого есть вопросы? Если можно, вы представляетесь, чтобы сейший шпатериарх смог тоже с вами познакомиться. Каменская епархия, Галахова Людмила Александровна, руководитель отдела социального служения. Ваше святейшество, вы сейчас в своем докладе отметили, какую роль играет работа с семьей и особенно с теми женщинами, которые приняли решение совершать аборты. Также вы назвали то небольшое количество городов, в которых открыты приюты для мам или дома для мам. Мы видим, какое пристальное внимание вы лично уделяете пагубности абортов. И мы в своей каменской епархии тоже сейчас принимаем решение о том, чтобы открыть такой дом для мам. Можно ли епархиям надеяться на то, что будет дополнительное финансирование, если будут открываться такие приюты и дома для мам? Спасибо. Я исхожу вот из чего, что всегда нужно проявлять инициативу, даже несмотря на неясность финансовой ситуации. Этот подход, конечно, не очень прагматический и в светском мире так не поступают. А я всю свою жизнь так поступал. Я начинал строить храм, не имея ни копейки денег. И построил их, ну не я лично, а возглавляемая мной епархия, десятки, если может, даже больше сотни, да, сотни уже. Но никогда никто не пришел и не сказал, вот у меня деньги, давайте построим храм. Больше того, если такое и происходит, то всегда плохо кончается. Потому что наши церковные проекты важны не только на том этапе, когда все уже завершено и проект начинает реализовываться, а по мере создания проекта. Важен не только храм, важно строительство храма. Вот сейчас по городу Москве я вижу, что происходит. Еще не храм, еще сарайчик, сотни людей. Посещая один из наших новых районов, где вот строится такой храм, в Великую Субботу, я видел перед собой дивную картину. Сотни людей со светлыми лицами пришли к этому строящемуся храму. Тогда я пожалел, что не взял с собой никого из критиков, которые выступают против строительства новых храмов в Москве. Потому что надо было видеть этих людей. И подумал, что само по себе строительство является очень важным фактором мобилизации. Вот эти проекты нужно в первую очередь использовать для вовлечения людей. А потом ставить или параллельно ставить задачи перед апархиальным руководством. Я думаю, что ведь до всего епископата русской церкви сегодня дойдут и слова, которые я сказал, и ваши резолюции. И кроме того, у нас есть синодальный отдел, который всегда может соответствующим образом воздействовать на местную ситуацию и порекомендовать правящему архиерею какие-то действия. Ну и теперь, как вы слышали, закон, принятый в Российской Федерации, открывает возможность взаимодействия с государством, в том числе и в получении каких-то финансовых средств. Но никогда не надо ставить телегу впереди лошади. Вначале мы должны начинать работать и параллельно решать финансовые вопросы. Но никогда не говорить так, что вот когда у нас появятся деньги, вот тогда мы приют для мам и откроем. Уверяю вас, мы тогда долгие годы никаких приютов не откроем. А начинать нужно с самого скромного. Нет денег, какое-то небольшое пространство, несколько комнат, несколько энтузиастов. Начали работать. И добрые дела всегда привлекают других. Поэтому я глубоко убежден в том, что на такого рода деятельность, как социальная деятельность, найдутся средства. Приведу пример. Ну вот собрали 120 миллионов на помощь беженцам с Украины. Может, масштабы государства – это небольшая сумма, а масштабы церкви – это серьезная сумма. Причем ведь это не какие-то фирмы, банки жертвовали. Это просто каждый человек от себя жертвовал. Вот почему эта жертва – жертва вдовицы, лепта вдовицы здесь. Сам сбор этих средств имел очень большое значение. Потому что человек жертвующий солидаризируется с теми, кому направляются его средства. Вспомните притчу о милосердном собереднине. Кто твой ближний? Тот, кто сделал тебе добро. Мы становимся ближними друг к другу, когда мы по отношению друг к другу делаем добро. Поэтому глубоко убежден в том, что средства найдутся, если у нас будет сильная вера и достаточная решимость осуществить намеченное. Пожалуйста. Протерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии. Ваше святейшество, вы говорили о важности правильной организации социального служения в церкви. Как вы думаете, улучшат организацию социальной деятельности, если социальные отделы при епархиях будут самостоятельными юридическими лицами при епархии, и службы милосердия будут зарегистрированы как некоммерческие организации, что позволило бы лучше маневрировать во взаимоотношениях с государством, в том числе и в привлечении средств, грандов на социальные церковные проекты? Отделы точно не должны быть юридическими лицами, тогда они перестают быть отделами, они должны быть в структуре епархии. Мы проходили через опыт создания таких юридических лиц, все довольно плохо кончалось. Потом во главе этих лиц становились какие-то миряне, а потом нужно было посылать финансовые ревизии, а потом гнать всех этих руководителей и все это переформатировать. Не хочется второй раз наступать на эти грабли. Важно, чтобы все-таки главную ответственность нес правящий архиерей. Это его ответственность пред Богом, пред Церковью, пред народом. А социальный отдел – это не что иное, как структура, которая помогает архиерею осуществлять эту миссию. Что же касается различного рода организаций, милосердия, еще какие-то организации, они, конечно, могут иметь юридические лица, да. Они могут участвовать в грантах. Иногда государству проще иметь дело с такого рода НКО, чем с религиозной организацией. Поэтому сейчас и при наших синодальных отделах созданы некоммерческие организации, которые имеют свои собственные программы, и часть из них в том числе финансируется через гранты, получаемые от государственных структур. Иерей Владимирович, Велинска-Литовская епархия. Ваше святейшество, Вы уже сказали, что алкогольная угроза, она очень актуальна и важна, и что в деревнях, в малых городах люди буквально спиваются, что у людей нет работы, люди не видят, ни церковные люди, никаких перспектив в будущем. И алкогольная угроза, на самом деле, как Вы сказали, является одной из самых актуальных, как в России, в Литве, так и в других странах канонической территории Русской Православной Церкви. Вот такой вопрос. Так вот, а как, скажите, пожалуйста, начать, с чего начать эту работу с такими людьми? И как Вы видите перспективы служения, общецерковного служения таким людям? Ну, мы все в самом начале, и в Литве, и в России, и в Москве, везде, потому что вот 50 реабилитационных центров – это капля в море, мы в самом начале. И есть уже какой-то опыт построения такого рода общин. Я вот знаю, что замечательно в этой области работает владыка Мефодий, где присутствующий. У него есть большой опыт. Я думаю, что и съезд наш тоже был организован для того, чтобы его участники могли обменяться опытом и понять, как организация той и иной социальной работы осуществляется в разных местах. Я думаю, что сейчас не могу дать Вам никакого такого рецепта, потому что все зависит от местности, от финансовых возможностей, о том, с каким количеством людей придется работать. Но соответствующие направляющие указания разработаны и разрабатываются постоянно нашим отделом социальным. И вся методика создания такого рода организаций существует. Самое главное, чтобы я посоветовал, начинать не в одиночку совсем, а с группы единомышленников. Создайте такую группу единомышленников, людей, больных этой темой. А потом обратитесь к владыке Пантеримону, к владыке Мефодию. И когда те, к кому Вы обратитесь, поймут, что имеют дело не просто с очередной такой теорией идеи, а с реальностью, несомненно, будут Вам помогать. В этом и заключается их служение. Спасибо. Благословите Ваше Святейство, священник Владимир Духович, настоятель патриаршего подворья Свято-Алексиевского в Рогорской слободе, города Москвы. У нас в общине, в нашей, уже пять лет действует программа против абортов. Вот о том, о чем Вы говорили. Еще до официальной регистрации подворья мы начали заниматься этой деятельностью и помогать тем девочкам материально, которые отказывались от аборта, которые они собирались делать из-за тяжелых материальных положений. Вот за эти пять лет прошло чуть меньше 50 человек через эту программу. И вот 50 спасенных жизней было. Я просто хочу сказать, вот говорили про 27 организаций. При каждом храме очень просто организовать такую программу. Она ничего не требует, потому что люди на это жертвуют с гораздо большей радостью, чем на все остальное. Многие потом становятся восприемниками этих детей, которые родились благодаря их участию. Многие женщины, о которых Вы сначала говорили, которые приходят с тяжестью совершенного когда-то греха, аборта, они тоже с радостью включаются в такую программу и помогают этим людям. И это и позволило создать общину единомышленников вот вокруг подворья. И мне кажется, что просто в любом храме только попробовать, вот как Вы говорите, начать с этого, с малого. Мы тоже начинали там с пяти человек. Как все это станет абсолютно возможным. А главное, если это будет во многих храмах, то это станет такой программой общецерковной и получит очень большую известность. Нам-то тяжело. У нас, к счастью, никому мы не отказали. Вот так получилось. Сколько обращалось, всем нашли помощь, помогать. Но обращалось немного. А если это сделать такой, хотя бы начать с московской епархии, вообще епархиальной программы, тогда и известность будет значительно выше, и обращений больше. Благодарю. Совершенно верно. Спасибо Вам, во-первых, за то, что Вы нам рассказали, и за дела, которые Вы совершаете. Здесь я вижу необходимость связывать работу таких приютов с консультативной деятельностью в тех учреждениях, куда обращаются с просьбой произвести аборт. Потому что должен быть выход на тех, кто собирается сделать аборт. Если наши вот эти группы будут жить как бы своей жизнью, ну и вот если туда будут обращаться отдельные вот особы, которые как бы случайно узнали об этом, да, там от соседей, от бабушек, от матерей, то у нас такого охвата не получится большого. Я согласен, что должны быть разные организации, и более крупные, но и вот такие, как у Вас. 10 человек в год – это очень хороший показатель для прихода. Это святое дело. Действительно, 50 жизней. По моей статистике, за последний год во всей русской церкви было спасено 15 тысяч жизней. 15 тысяч – это тоже небольшой клад в демографию, но ведь 15 тысяч – это дивизия. Это же, даже если там и мальчики, и девочки, это вот так, это же действительно, это много. Значит, уже нужно низко поклониться всем тем, кто работает в этой области. Но мы хотим, чтобы было не 15 тысяч, а на порядке больше. И вот для этого нужно, я согласен, и при храмах должны быть такие группы поддержки, но должны быть и епархиальные центры, которые бы получали финансирование из епархии, чтобы и государство немножечко помогало, или местные власти помогали, и чтобы у этих центров была связь вот с этими учреждениями, где производят аборты. Спасибо, Господи. Протерей Кирилл Шелков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальной служении Белорусской Православной Церкви. Ваше святейчество, часто приходится сталкиваться с синдромом эмоционального выгорания в социальном служении. Люди активно помогают, берут на себя слишком много, днем и ночью отдают себя ближним. И в какой-то момент у них желание теряется, они не рассчитывают свои силы. Из опыта своего служения, я вижу это по добровольцам, которые помогают онкобольным. И когда они видят своих пациентов, которые уходят, они колоссальное усилие прилагают, и ничего не получается, они теряют веру. И большая проблема, и что делать, чтобы не допустить такого выгорания, как помочь тем людям, которые все-таки попадают в такую ситуацию. Ну и хочется попросить в пользу случаем ваших первосвятительских молитв о строительстве храма Всесарицы в городе Минске, которым помогаем онкобольным. Всего Господня. Во-первых, конечно, желаю вам успехов, в строительстве, и чтобы Царица Небесная сама соучаствовала в этом святом деле, потому что перед образом все царицы, люди получают исцеление. Я был свидетелем таких чудес. А теперь вот к теме выгорания. Это сложная тема. Я размышлял над ней, и не только в отношении социальных работников, даже и в отношении некоторых священников, которые теряют энтузиазм через какое-то время, особенно сталкиваясь со скромными материальными возможностями для своей жизни, иногда под влиянием семьи, когда говорят, ну вот смотрите, как сосед живет, а что ж мы тут в нищете, и так далее. Все это происходит. Я думаю, что для того, чтобы не выгорать, не нужно очень сильно и ярко гореть. Я вспоминаю своего духовного отца, митрополита Никодима, который говорит, что есть две возможности освещать пространство. Вспыхнуть, как лампочка, на которую подают высокое напряжение, и тут же потухнуть. Или гореть, не очень ярко, но долго. К сожалению, сам он пошел по первому пути, как вы знаете, да, и умер в 47 лет. Именно от шестого инфаркта умер, находясь на рубеже церковно-государственных отношений, защищая нашу церковь от всех внешних тогдашних неприятностей. Но вообще-то не нужно тлеть, но нужно гореть, но таким светом, которого бы хватило надолго. Если человек эмоционально очень сильно себя отдает, то он быстро себя и расходует. Я задавал этот вопрос, кстати, врачам профессиональным. как же вы вот все время вот оперируете? Ну, у вас же есть очень много, ну, если не много, то, по крайней мере, есть какой-то процент погибающих людей. Как вы все это переживаете? Вот ответ был такой, что если включаться максимально эмоционально, то всего этого пережить невозможно. нужно немножечко дистанцироваться. Это не значит терять чувствительность. Сам факт участия человека в социальной работе свидетельствует о его добром сердце. Социальная работа не приносит ни денег больших, ни какого-то там сверхпочета. Это уже определенный подвиг, свидетельствующий о расположении человека, о его жертвенности. Но не нужно сгорать на этой работе, потому что у всех у нас ограниченные возможности. Это имеет, я думаю, это справедливо не только по отношению к социальным работникам. Ну, и еще я бы посоветовал что-то. Вот это сгорание, выгорание, оно еще связано с привыканием. Почему энтузиазм на первых шагах новая тема, она захватывает, горизонты появились. Человек начинает это пространство от своей личности до этого определившегося горизонта максимально заполнять реальными делами. У него яркая повестка дня. А потом он вроде как и сделал все, и начинается рутина. Для того, чтобы рутины не было, нужно всегда перед собой ставить цели новые. Появление новой цели мобилизует человека. Это очень важно для руководителей, но это важно и для исполнителей. Потому что всегда есть пространство для развития. Никто не может сказать, я достиг всего. Если покопаться в самом себе, да какое там достижение всего? Сколько слабостей, неправильности в жизни и в профессиональных делах ошибки. Но вот здесь в плане определения этих новых целей решающую роль должен играть руководитель? в первую очередь, правящий архиерей. У него должно быть видение ситуации. Он должен чувствовать атмосферу в регионе. Чем живет народ? Какие проблемы существуют? Он должен свое видение передавать своим помощникам. А помощники должны вот в рамках этого видения, добавляя свое собственное понимание ситуации, внося свою собственную экспертизу, уже мобилизовывать подчиненных людей с тем, чтобы решать все новые и новые задачи. Если есть динамичное развитие, никакого выгорания быть не может. Спасибо. Кемеровская епархия, помощник руководителя... Простите, какая епархия? Кемеровская. Помощник руководителя социального служения. Ваше святейшество, вы хорошо сказали о необходимости централизованной структуры в социальной работе, которая повышает профессионализм действительно среди социальных работников. Но есть вот вторая сторона медали, так как мы координируем социальную работу в нашей епархии. Очень многие настоятели храмов, приходов различных, и социальные работники задают такой вопрос. Вот появилось очень много бумажной работы, которая отвлекает от действительно практических социальных дел, а также вот второй момент, что отчетность не противоречит ли заповеди Христа о правой и левой руке, о том, что добрые дела должны быть в тайне. И третий момент, что зачастую для отчетности сдаются такие добрые дела как бы ради формальности. Вот что бы вы посоветовали отвечать вот на эти вопросы? Одно из самых слабых мест нашего Отечества это статистика. И слабость эта обнаружилась не в советское время, не в постсоветское время, а еще во времена государя и императоров. Отсутствие реальных фактов и цифр мешает руководству, в том числе и в планировании. Вообще вы, не видя цифр, не видя фактов, вы не знаете, что происходит. Я отдаю себе отчет в том, что не все цифры, которые поступают на стол патриарха, адекватно отражают реальность. Но у меня есть возможность в динамике смотреть на эти цифры. И даже если я всегда ставлю коэффициент на, как бы помягче сказать, на приближение цифр к реальности, всегда нужно ставить коэффициент. То и то в динамике вы видите, что происходит. Мы идем вперед, или мы стоим на месте, или мы отошли назад. Это очень важно. Если отошли назад, нужно проанализировать, почему. Если стоим на месте, почему. Если нам нужно идти вперед, а что нужно, чтобы идти вперед? Нужны люди, нужны средства, нужны ноу-хау, или просто у нас организация буксует. Поэтому я вас очень прошу серьезно относиться к отчетам. Без этого ни патриарх не может, ни правящий архиерей не может. И сейчас, за последние годы, я знаю, что особенно отцы-настоятели не любят отчетов, ужасно. Но тем не менее, мы не будем с ним снижать эти требования, потому что без знания происходящего на приходе, как я уже сказал, очень трудно ориентироваться. А вот что касается правой и левой руки, то отчеты к этому не имеют никакого отношения. И отчеты о вашей работе являются даже важным фактором, помогающим другим людям понимать, что происходит. А вот если где-то выступая в каком-то пространстве общественном, или чего-нибудь там направляя в социальную сеть, или просто беседуя с людьми, кто-то начнет говорить о том, какой он хороший, и что вот все, что происходит, делается только благодаря ему, и вообще неизвестно, что бы и произошло, если бы не он, вот тогда он согрешает. Не нужно никогда самого себя как бы рекламировать. Нужно ждать, когда тебе скажут другие добрые. И тогда заповедь о правой и левой руке точно соблюдем. Спасибо. Давыдова Алена Елена, руководитель патронажной службы Свято-Димитровского сестричества города Москвы. Помощь ближним, это безусловно тоже проповедь. И вот помогая ближним, нуждающимся, видишь очень много боли и горя. Видишь страдания немыслимые, порой страдания тяжело больных, видишь горе родителей по смерти младенцев и гибель невинных младенцев. Для верующего человека ответ более-менее ясен, а для тех людей, которые еще не пришли ко Христу, бывает сложно понять, зачем это все пропускается свыше, и бывает это как раз препятствием на пути к Богу. И как нам может быть помочь этим людям, что нам отвечать на их вопросы, порой задаваемые или не задаваемые вслух. Тема человеческого страдания является камнем преткновения для очень многих на пути к Богу. А почему это происходит? А потому что часто на пути к Богу мы отыскиваем интеллектуальные ответы на наши вопросы. Почему этих вопросов нету у глубоко верующего человека? Ведь он тоже из плоти, из крови, у него тоже нервная система, он ведь тоже наблюдает страдания, в том числе часто страдания и своих собственных детей, и своих ближних. Почему у глубоко верующего человека нету кризиса веры при соприкосновении со страданием? Потому что у него есть реальный опыт общения с Богом. Вот этот реальный опыт общения с Богом является доказательством Божьего присутствия в жизни. Этот опыт общения с Богом в первую очередь через молитву. Когда мы получаем ответ на нашу молитву, а мы получаем ответы на нашу молитву, это нас укрепляет. Человек, который не молится и который просто говорит о том, я не могу понять, почему этот ребенок страдает, значит Бога нет. Такому человеку очень часто невозможно ничего объяснить. Но нередко эти люди, проходя через свои собственные страдания, соприкасаются с Божьим присутствием и становятся глубоко верующими людьми. Ну а ответа на эти вопросы, я думаю, в рамках нашей земной жизни найти невозможно. Можно только вот о чем сказать. Ведь Бог же не создал мир, который работает как будильник заведенный. ведь он создал мир на основе определенных законов. И этот мир существует с высокой степенью автономности от Бога. Ведь не Бог водит по орбитам планеты и звезды и галактики. Заложены законы. Заложена определенная программа развития, существования Вселенной. И Бог присутствует в нашей жизни настолько, насколько мы этого хотим. Вот в чем религиозный феномен. Если кто-то говорит, а я не верю ни во что. Не веришь? Живи как хочешь. А другой говорит, а я верю, Господи, помоги моему неверию. И вступаю в общение с Богом. И чувствую Божью помощь. Поэтому все то, что происходит в мире, происходит на основе существующих законов, в том числе катаклизмы и страдания людей. Но если мы будем смотреть на этот мир, только в рамках физического бытия мы ничего не поймем. Вообще тогда невозможно понять, зачем мы тут с вами занимаемся. Да вообще зачем все делать-то? 70 лет прожил и все. Да рвани ты от жизни все, что нужно. Там же все, там лопух на могиле, как Базаров говорил Тургеневский, будучи нигилистом. Ничего нет. Так если ничего нет, зачем это? Это мы все делаем-то. Некоторые говорят, во имя жизни следующих поколений. А почему жизнь следующего поколения более важная, чем жизнь твоего собственного поколения? Ни с кладушки, ни ладушки. Во имя существования человечества. А почему оно должно существовать, когда я умру? Материалистическая картина мира абсолютно нелогична, потому что она исключает из жизни самое главное перспективу вечности. И вот все эти проблемы, связанные с человеческим страданием, они все решаются в этой перспективе вечности. Поэтому для меня гораздо логичнее быть верующим человеком, признавать факт Божьего присутствия, одновременно признавать высочайшую степень человеческой автономии от Бога. Потому что сам Бог пожелал, чтобы мы были автономны. И эту автономность мы нарушаем только молитвой. Чем верить в то, что все вот так механически существует само по себе, и со смертью человека все прекращается. Если все прекращается, я не согласен жить в таком мире, этот мир мне не нужен, он не интересен. И если еще в молодом возрасте кажется, ну да, до 70 лет дожить, это же, да, что там еще будет. Ну вот я уже почти дожил и скажу, чтобы все это пролетело как одно мгновение. И что? И что без этой перспективы? Вера дает человеку правильное мировоззрение, огромную внутреннюю силу и способность совершать добро. Потому что не основываясь на материалистическом гуманизме, совершать добро невозможно. Даже если неверующий человек, называя себя гуманистом, совершает добро, он совершает потому, что Бог в его природу вложил эту способность. Я не знаю, может, очень мудренно я вам все это рассказываю. Ну вот так. Спасибо вам за ваш вопрос. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ